Под аудиторией топятся студенты. Наспеху загадывают основные термины и вызначения. Як вядома студень, час экзаменов. При маях Юлия Сидоренко, старший выкладчик кафедры банковской справы, анализу и аудиту. А зараз и переможца конкурсу по поддержке теленавитых ученых. Молодая женщина одразу выкликает до себя прихильность. Пригожая, усмешливая, вельми текавая собеседница. Каже, что перемогу отримала за тему, обороненную у кандидатской диссертации. Зараз яна особливо актуальная. Тычится финансовых ризик предприемств и керование механизмами их снижения. У навуции это называется методом хеджирования. Это метод нейтрализации финансовых рисков, который позволяет их уменьшить, оптимизировать и добиться стабильности будущих финансовых потоков организации, что позволяет выжить организации в трудные времена, которые сейчас наблюдаются на рынках. Как индивидуальные предприемники, так и кероники буйных предприемств с допомогой распроцовок Юлии Сидоренко могут керовать махчимыми ризиками финансовых страт. Доследование было опробовано у многих организациях в области. Становшие выники, грунтовность доследования и принесли Юлии Сидоренко перемогу в конкурсе. Мы как раз период написания диссертации и период внедрения совпал со вторым пиком кризиса экономического. И мы в 2011 году в одной из организаций, в которую внедряли хеджирование, до 23% сэкономили от очень большой суммы по экспорту за счет того, что фиксировали курс валюты заранее. Если бы все массово пользовались хеджированием, то, конечно, массовых потерь удалось бы избежать. Еще одна переможца Инна Байкова працует на кафедры сусветной и национальной экономики. На этом тыдне читает лекции на курсах по повышению квалификации. Вопытные специалисты слухают с неподробным интересом, бо свой предмет Инна Байкова выкладает цикаво и зрозумело. Тему своего переможного доследования так само раскрывает с захоплением. И натычутся методичных подходов до оценки и развития экспортного и прационного потенциала в Беларуси. С целью все-таки наращивания экспортного потенциала, получения в том числе валютных поступлений в экономику страны, мы рассматриваем такой аспект, как все-таки трудовой потенциал. Это те люди, те сотрудники, прямо или косвенно занятые в производстве товаров, работы, услуг, которые идут на экспорт. Поэтому в своих методиках мы отражаем уровень, то есть какой у нас сейчас есть, что экспортного потенциала, что трудового потенциала. И это позволяет нам получить определенные графические данные, подтверждение того, что происходит. В частности, одной из интересных сторон данных методики является то, что и одна, и вторая методика позволяет получить тенденции в разрезе компонент, то бишь составных элементов каждого из потенциала. И на основании их уже давать рекомендации, прогнозировать то, что есть сейчас и то, что будет. Ну и, соответственно, повышать эффективность принимаемых управленческих решений для разработки, например, тех же самых программ развития страны, либо же программ регионального развития. До речи, новыми методиками уже зацікавилися как специалисты Комитета экономики Абловы Конкама, так и представники промыслового сектора региона. Зараз их апробация проходит на предприемствах швейной, перепрацовочей и гандльовой глины. Марина Северьянова, Игорь Марисшенко, телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует...